Так, отлично, хорошо. Сейчас нас слышно, нас видно. Нас слышно, нас видно, хорошо. Ну все, ребят, тогда начинаем. Сегодня мы расскажем о своей истории прихода в компанию, о том, как мы пришли сюда, почему мы сюда пришли. Кто мы такие. И что хотим получить в результате проделанной работы. Вот, ну все, поехали. Нас зовут Анатолий и Анастасия Прозорова. Мы по игру второго каталога этого года старшие менеджеры. Ну, начнем, собственно, с Анастасии. Она расскажет, кто она. Кто она и кем она была до компании Replay. Да. Как у меня подружки спрашивают. Ну, Настя, расскажи, как ты до такой жизни докатилась? Сейчас расскажу. До чего докатилась и как я теперь живу, и нравится ли мне это. Вот. До прихода в компанию, у меня там была мама в декрете. Вот. В 2010 году, если честно, я выпустилась со школы, училась в университете в педагогическом, на социального педагога-психолога. Вот. Но работать по этой специальности как-то мне не захотелось, потому что 3.8.2012 года я устроилась в школу. То есть я, получается, закончила только первый курс, мне было в 17 лет. Я устроилась в школу социальным педагогом, в нашу БИСК-школу, и хватило меня ровно на 6 месяцев. Убежала я оттуда, даже тапочки забыла забрать. Слава Богу, свою трудовую книжку забрала. Вот. И решила, что быть педагогом не мое, и связывать с этим свою жизнь я точно не хочу. Вот. Также, после чего я устроилась в ресторан хостесом, встречала, провожала гостей. На входе с меню стояла, всем красиво улыбалась, вот так, в 32 зуба. Вот. Проработала я там буквально месяц, ну, полтора. Неужели меня уволили. Вот. Потому что не смогла я работать. Не оценили мою тонкую поэтическую душу и уволили меня. Ты расскажи эту веселую историю про крышу. А, ну, почему меня, собственно, уволили? Потому что я встречаю гостей, и в ресторане, как правило, приходят девушки, и знаете, как Рената Литвинова, вот такие. И так получилось, что заходит и говорит, а скажите, пожалуйста, какое у вас тут место самое лучшее? Вот. Где мне будет видно весь город? Я говорю, девушка, вы бы на какое место не сели? Это город Биск. Вы Биг Бен не сидите. Вот. Это было мое первое замечание. Вот. Потом второе. Ну, и, в общем, меня попросили. Вежливо. На самом деле, попросили меня вежливо из-за того, что я отказалась выходить на работу, потому что мне задерживали зарплату. Я сказала, знаете, так, пока вы мне зарплату не выплатите, я не выйду в смену, мне ребенка оставлять не с ними, ребенка оставляю с няней, а няню нужно оплачивать. Ну, через пять минут мне позвонили, сказали, что я уволена. Ну, если честно, я не расстроилась ни капли. Кстати говоря, после этого в городе Биск этот ресторан закрылся. Ну, не сразу после этого, там буквально через два месяца. Вот. Потом я точно так же работала в кофейне с шоколадом. Там я уже работала официанткой, работала. Потому что мне Толя сказала, если ты сегодня же не устроишься на работу, я просто тебя уволю с должности жены. Вот. Устроилась на работу, там месяц поработала, меня тоже уволили. В общем, отовсюду меня выгоняли, никто меня не брал, а уволили меня. Потому что пришел какой-то из гостей и спросил, а есть ли у вас вода? И спросил, откуда вы наливаете воду. Там стоял фильтр, ну, как бы, и с краном наливали воду. Я откуда знала, что там фильтр стоит, я так и сказала, и с краном наливаем. Все, уволили меня. Вот. И так получилось, что я вижу, что мелькает Арифлейм, Арифлейм, беспродаж, все дела. И мне стало уже просто интересно, да как же так беспродаж-то, чем же вы там таким интересным занимаетесь? А меня много звали с холодного рынка, присылали сообщения. Но я как-то их игнорировала. Думаю, ага, каталоги, как обычно, не буду я ничего у вас узнавать. Дураки, а я умная. Я решила узнать, что же там такого интересного. Пишу всем, кто мне писал с холодного рынка. То есть, ребят, тут прям хочу застрелить внимание. Никогда, никогда не сдавайтесь. Потому что к вам может обратиться человек, которому вы год назад, может, делали предложение, а он начнулся и решил попробовать. Вот. Пишу, значит, всем консультантам Арифлейм, которые мне писали, приглашали в бизнес. Никто не отвечает. Думаю, вот так. Даже в Арифлейм меня не берут. Вот. Консультанты добавили тебя в черный список. Да, добавили меня в черный список, потому что я всем говорила нет. И тут получилось так, что позвонила моя знакомая, Женя Зырянова. Говорит, Настя, привет, я мама в декрете, работаю через интернет. И я такая, понимая, Арифлейм, ура! Она уже приготовилась отрабатывать возражения, потому что я говорю, это Арифлейм? Она уже, да не, не продажи, замялась такая. Ребят, когда вы говорите, это не продажи, ну, там, начинаете мяться, это начинает дешевить предложение. Поэтому вы же не знаете, что именно человек имеет в виду. Я-то наоборот, давай, рассказывай мне, что там делать надо. Вот. Сошлись на том, что я поняла, что она мне рассказала. Я говорю, вот, мама и дам, давай я буду обучаться, а ты потом, ну, я разберусь в ходе работы, что делать-то нужно, понравится, останусь, не понравится, уйду. Ну, если не уволят, конечно. Вот. Пришла я, значит, Толе, говорю, Толе на работу устроилась. Я говорю, это будет сотрудничество с компанией Арифлеймом. Чем бы, дитя, не тешилось, лишь бы уже что-нибудь делай. Вот. Ну, после того, конечно же, у меня прошел успешный стат, я подхожу к Толе, говорю, Толь, дай пять тысяч. Мне нужно было делать личный товарооборот. Я говорю, в смысле, чтобы тебя не уволили, пять тысяч тебе надо. У меня мысли, представляете, то есть, искала, искала работу, Иди и заработай себе деньги сама. Так, подожди, Настя, мы тут зависли. Нормально. Ага, все нормально. Вот. Он мне сказал, иди, заработай деньги сама. Ну, конечно же, я взяла каталог, и я там начинала ЛТО организовывать. Толя мне даже установил скайп, на тот момент не было телеграмма, да. Я зарегистрировалась, получается, в 2015 году, 29 декабря. Ну, то есть, 2016 год уже получает. Вот. Понятно же, там праздники все делали. Естественно, активная работа у нас пошла, ну, по крайней мере, у меня уже после праздников. Вот. Толя меня, значит, установила и говорит, ой, делай, что хочешь, продавай по каталогам. А потом смотрит такое, что по каталогам я ничего не продаю. Ну, как, кстати, я ничего не продаю. Я подружкам, маме, сестре, там, показала каталоги, там, себе что-то взяла. Вот. И смотрит, что у меня тут с первой зарплаты поздравили. Ему так странно. Вроде ходила на работу, нигде не платили, только увольняли. А тут дома сидит и бабки зарабатывает. Как так? Вот. И начал во всем разбираться. Ну, как разусунула бизнес-трафарет. Говорю, Толя, честное слово. Честное слово. Говорю, не могу с компьютера читать бизнес-трафарет. Распечатай на работе. Ну, пожалуйста. Вот. Естественно, пока он его распечатал, он по дороге домой его прочитал. Его там, наверное, что-то зацепило. Потом, значит, я дошла до маркетинг-планов. Конечно же, там много цифр. Я говорю, Толя, я не понимаю в этих цифрах ничего. Ну, когда... В общем, надавила на самое больное. Как бы знать, что я цифры-то... И все, тут у меня хочется... И ничего не понимаете. Вот. Пускай он поможет вам разобраться. Своей любимой жене, естественно же, мужчина, как типа Дейл, спешит на помощь. Пока он вам помогает разобраться, сам во всем разберется. Вот. В принципе, и... Все. Да, да. Про меня все. Так, ну теперь немножко я про себя расскажу. Начнем с далекого, фактически, прошлого. 2005-2007 год. В 2005 году я окончил Бийскую музыкальную школу номер один. По специальности «Окбоеделение». Вот. Ну, вот. Ну, как бы я не совсем по своему желанию в эту музыкальную школу поступал. Вот. Но потом понеслось, и вроде стало интересно. В 2007 году закончил Негосударственное образовательное учреждение Бийская православная гимназия. Вот здесь вот... Блин, здесь нет. Вот. Слева картинка примерно 3-й, либо 5-й класс. Справа, сверху, это уже выпускной. А потом, ниже картинка, это все выпускники после 2008-го года. Вот. Вот. Это что касается гимназии. Дальше у меня судьба понесла, так скажем, в направлении техники, технические специальности. И в 2012 году я уже закончил первое высшее образование по специальности «Ракетные двигатели». Это был Бийский технологический институт от ГТУ. Параллельно я учился на втором высшем образовании, экономика управления инновациями, инвестиционные деятельности. Там у меня диплом как раз был по сетевому маркетингу. Вот. Плюс я потом интересовался инвестициями и так далее. То есть, как бы меня в жизни готовил потихонечку к рефлейму. Ну, я сам того и этого не знал абсолютно. Вот. Пока я учился, тут тоже про это не могу не рассказать. Уже начались некоторые изменения со мной. Вот. 2007 год. Я поступаю в институт. 65 килограмм вес. Ну, как бы такой нормальный. Потом год в институте. 2008 год. Это стройотряд у нас. И 85 килограмм уже. Вот. 2010 год. Вот здесь вот у меня... Мы в лаборатории работаем. Видно, как бы что уже. Вот. 110 килограмм, в общем говоря, вес. Параллельно я в зале занимался. Может, с виду и не скажешь со стороны. Силы много. Короче говоря, сила есть, ума не надо. Далее. И буквально за 6 месяцев. То есть, вот эта фотка 2010 год, это... А дальше у меня пошла работа. Работа началась 2012 года. Она моя была единственной работой. Ну, моей единственной работой. В должности инженера-проектировщика по качельному оборудованию ТЭЦ я проработал 4 года. Мне было безумно интересно начинать как-то развиваться и так далее. Ну, планы всегда были такие, что не хотелось быть бедным. Даже не в плане материального. Вообще, бедность в плане эмоциональном, духовном и так далее. Ну, и материальным, конечно. То есть, постоянно хотелось развиваться. Именно поэтому поступил на второе, выше. А потом хотел... Но тут что-то у меня... Пошло не так. В голове думаю, ага, если я по этому типу пойду, я пройду, конечно, этот путь. Мне это интересно. Но вопрос, что будет со временем, с потерянным и с финансами. Потому что понятно, что кандидаты наук, они люди небогатые. Да, это все интересно. Но мне хотелось развития всех сфер. Поэтому я думал, что... Посчитал, что двух... Высших как бы достаточно. Вот, и тут, как Настя говорит, получил 17-е высшее образование. Точно устроюсь на работу. Теперь точно устроюсь на работу, да. Я только первое получила. Слава богу, что я уже... Я не стала его выкладывать сюда, как бы. Ну, мог бы. Вот. Вот фотография, собственно. Было все интересно. Тут не видно на мониторе. Там огромные тепловые схемы. Если в котельном заводе специалисты занимались проектированием отдельных частей, узлов, котлов, агрегатов, ТЭЦ и так далее, то мне порой поступали либо целые котельные, либо целые, либо разработать полностью новый какой-нибудь там воздухоподогреватель, я не знаю, и так далее. То есть, ну, вот такое вот... Такое было направление. Поэтому было безумно тяжело, но интересно. Вот. Но в какой-то момент в финансовом плане я работаю на дяге, мне начало это угнетать. Вот видите, 2016 год, тут я уже после обеда в наушнике, я недаром фотку горизонтальную положил, потому что мне хотелось именно такое положение принять, горизонтальное. Уже позевываю. 2016 год, я уже в компании Reflame, я уже рублю бабки. А я еще там, да. Это зима была, я еще не в компании Reflame. Так, ну, рассказывай, Настя, про нашу мотивацию. Наша мотивация. Вы знаете, почему я вообще пришла в компанию Reflame? Для чего? Ну, во-первых, я уже понимала прекрасно, что в Крете я нахожусь уже шестой год. Ребенку на тот момент было пять лет. И я понимаю, что просто начинается полнейшая деградация мозга. Вот, а мне всегда хотелось, чтобы на фоне своего мужа я выглядела ничем не хуже, чем он сам. Вот, и к тому же, как бы уже институт подходил у меня к завершению моего обучения. Вот, я летом, который у нас сейчас было, получала уже диплом. Вот, и я понимала, что мне нужно устраиваться на работу тоже. К тому же у нас мир подрастал, так как я все-таки доверяю образование специалистам больше, чем себе. Вот, хоть я и педагог, но поверьте, такому педагогу, как я, я бы никогда не доверила ребенка. Вот, я хотела, чтобы наш ребенок занимался со специалистами, готовился к школе с репетиторами. И вот моя первая цель была в компании, это заработать денег на то, чтобы ребенок пошел заниматься к репетитору индивидуально. Мы ходили в школу развития, но толку никакого, это не индивидуальные занятия. Вот, и как сейчас помню, что мне спрашивали, какие у тебя мечты вообще, цели, мечты и цели, что я хочу, чтобы ребенок занимался с репетитором индивидуально. И хочу с вами поделиться тем, что первая мечта у меня сбылась. У нас ребенок сейчас ходит к репетитору. Вот, ну и, конечно же, мне хотелось всегда, чтобы я могла себе позволить там классный шоппинг какой-нибудь, как и любая другая девочка, с пашечки, маникюрчики. Я все это хочу. Еще я безумно, безумно хочу, чтобы у нас была большая-большая квартира и большая-большая крутая дача. И это наша мотивация, чтобы у нас ребенок там на даче гулял с собачкой, выгуливал. Ну, на самом... Я про дачу не слышал. Слышал, слышал. Вот, то есть, первая мотивация это была, вот, что первая задача, ну и, конечно же, доказать всем, что я необычная мама в декрете, что я могу еще быть и успешной мамой в декрете, не такой уж двоечницей, как все думают, вот. А второго ребенка пока не планируем. Ну, в ближайшем будущем планируем. Ну, мы еще не договорились. Ну, так же, как и насчет дачи, наверное. Насчет квартиры, по крайней мере, договорились. Вот, ну, дальше должна быть наша история прихода в компанию, но Настя уже свою рассказала. Вот, поэтому расскажу свою историю я немножечко. Работая на работе, опять возвращаясь к своей работе, я понимал, что, ага, что-то не хватает. То есть, я понимал, что результаты труда, когда я уду с этой работой, останутся на этой же работе. Развитие как такового, ну, нет, перестало вообще. Я не знал, я думал, еще куда-то учиться, но уже учиться не хотелось, потому что, ну, куда, как Настя сказала опять про эти высшие образования. Вот. Да, по поводу ремонта еще нет. Ну, как все знается, Света. Вот. Следующая мысль у меня была, это открыть свое дело, и мы с друзьями собрались, ответительство. Достаточно неплохо все дело шло. Началось это спонтанно достаточно, но дело пошло. Но пошло недолго. Все-таки традиционная вот эта вот сфера, она дала о себе знать. Было, знаете, порой даже 15 тысяч рублей в день. Такая зарплата. Потом такая была. Потом еще. Ну, в общем, по-разному я не мог абсолютно угадать, когда я получу деньги. Было такое, что мы доделывали полностью крышу за пьяных работяг, которые свалили с инструментом. Еще его инструмент утащили. Да, еще и утащили. Романтика. Мы со своими инструментами в деловом костюме переоделся. Вот. И полезли на крышу. Вот. Полезли на крышу. За вечер мы все покрыли, сделали, получили деньги. И я тут начал задумываться, что ага, что-то все равно не то. Думаю, наверное, просто я, не знаю, слабый, что ли, держит. Вот. И пока решил не оставлять это до тех пор, пока я смотрю, что мои... Совсем все инструменты не утащат. Что мои бизнес-партнеры тоже не особо горят этой работой. В какой-то момент пошли долги по налогам. И мы поняли, что ИП надо закрывать. Вот. И это ИП мы закрыли. Дальше у меня еще больше начали мозги работать, в каком направлении нам развиться продолжать. Потому что хотелось, ну, всего хотелось. Я понимал, что можно раз в год съездить, например, на море. Хотелось не раз. Я понимал, что я езжу на машине, там 500 тысяч, хотелось за 2, за 3 миллиона. И как бы в ближайшей перспективе, за 3-4 года вперед, я не видел его. Вот. И поэтому нами было решено еще одним бизнесом заняться уже по франшизе. Долго мы рассматривали, какой же бизнес нам взять. Мы накопили на франшизу, там около 300 тысяч рублей. Это не самая дорогая франшиза. Потому что есть, это даже можно сказать не то, что самая, это одна из самых дешевых франшиз. Потому что, посмотрите KFC, посмотрите Макдональдс, там 11 миллионов, 15 миллионов, 20 миллионов. Вот сумма. Ну, как бы под город Бийск, тем более эти франшизы вообще не подходят по населению. Там от 620 тысяч человек должно быть население. Вот. Поэтому мы решили взять франшизу образовательного центра ЕГЭГЭА подготовки. И тут я думаю, надо все посчитать. Мы все просчитали, деньги длили. И понимаем, что нам примерно еще чуть-чуть. Больше миллиона не хватит. Фигня какая. На самое только начало. Почку продать и как раз хватит. Ну, кредит как бы дадут, возможно. Но кредит не хотелось брать, конечно же. Вот. В Бийске у нас примерно 20 тысяч человек. То есть, в три раза меньше. По площади, как город Барнаул, примерно одинаковый. Но по населению в три раза меньше населения. Вот. Ну и посчитали, посчитали в итоге, что у нас получается чистое в начале. Там ротчик, еще и миллион вложить помимо этих 300 тысяч рублей. Я думаю, ну, где-то нас обманывают, мягко говоря. Вот. И поэтому от этого дела я отказался. Вот я отказался в тот момент, когда, собственно, Настя меня сюда заманила. Вот. Маркетинг планом и так далее. Затем она смотрела какой-то вебинар. Там как раз ролик включили, где Артем Гефнидар с Антоном Долженко получали автомобиль. Вот тут моя душонка вообще не выдержала. Я подошел, посмотрел. Он даже свой ноутбук включил, убрал наушники и пришел и вот так вот смотрел. Да наушники у меня еще пропали. Я, то есть, домой приходил, мне нужно было посмотреть фильм, отдохнуть. Настя вебинарчик погромче. У меня все и там, и там. Я сделал хитрый ход. Я нашел наушники и все. На следующий день наушники пропали. Настя сделала еще более хитрый ход. Сейчас ходит. Там говорили про получение автомобиля. А я автомобили люблю, как бы. Поэтому подошел, посмотрел и замотивировался. Зарегистрировались мы в тот же вечер. Да, точно хитрый. На, держи паспорт, ладно. Да, и на следующий день я сижу, место себе найти не могу на работе. Вот. И, ну, поехал я, короче говоря, в Барнаул. Настю с собой взял. Хотел сначала ничего не говорить, но потом вроде в итоге с собой взял ее. С подругой, с ее... Он оставил меня в торговом центре с его карточкой зарплатной. Оставил с сумкой в торговом центре. Сижу. Мужская встреча была такая многочисленная, достаточно интересная. Я много узнал, долго достаточно сидели. Но пришло время уже ехать домой. Я смотрю, у меня там по картам еще и смс-ки пошли, что Настя джинсы купила. Еще что-то. Я уже начал побыстрее собираться. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что я очень сильно замотивировался. Вот. Мне стало безумно интересно. Я приехал и все, начались уже планы грандиозные по работе. Как оно будет и что оно будет. Вот. То есть вот такая наша история именно прихода в компанию Reflame. А тут наш бизнес-учитель! Ольга Цимблова! Огромное ей спасибо. На самом деле, Оля научила нас быть профессионалами здесь. Она нас подтолкнула к этому. Просто огромная Оля Сиба. Она замечательный спонсор. Вот. Она нас где-то мягла пожестче. Но всегда знала, главное, как правильно к нам подойти. Потому что мы совсем такие послушные. Где-то что-то там... Мы такие трудные подростки достаточно ей достались. Вот. Оля, плакать надо было бы, если мы не вышли на директора. Не вышли бы на 22. А так мы здесь! Вот они! Мы дополнялись сюда. Мы докарабкались. И знаете, я хотела еще, знаете, что сказать. Меня пригласила Женя Зырянова. Да? Ну, как пригласила? Я сама пришла. Сама напросилась. Вот. Но Женя Зырянова сегодня отошла немного от бизнеса. А я здесь. Мы здесь. Мы делаем результаты. Видите, всех... Люди-проводники. Люди-проводники, да. Мы пришли. Мы зацепились за ближайшего. Кто за нас взялся. И не отцеплялись. Поэтому, ребят, ключа не пропустите. Он вам жить спокойно не даст. Он вам не спать, не есть. Ничего не даст. Он будет вас теребить, теребить, теребить бесконечно. Я Оле звонила уже в 8 утра. Ну, просто я ехала с садика. Ребенка в садик увозила. И мне по дороге надо было уже с кем-то поговорить. Я Оле звонила в 8 утра. Я до самой ночи ей не давала спать. Поэтому... Даже на 22 процентах, да. Настя лежит у стойки. Вот. Набирать. Ты кому? Оле, надо поделиться мыслями. Время, ночь, либо... Вы не пропустите. Вот. Также, как и в этом день, им тоже огромное спасибо. Огромное спасибо, да. Мы теребили вообще кого могли. В общем, кто у нас попадался под расстрел вопросов, тот попадался. Мы не виноваты. До кого... До кого дозвонились, тот, в общем, и попал. Спасибо нашим самым вышестоящим спонсорам Юли с Артемом Гефнидер, потому что какие-то вопросы решали. Вот. Был такой момент, что звоню Оле, она трубку не берет. Это что такое? Звоню Лене, Филиной трубку не берет. Звоню Наташе, прокапец, трубку не берет. Я говорю, да что такое? Меня уже спонсоры игнорируют, наверное. Думаю, ну все, сейчас... Ну тогда Юле Артему... Юле и Артему звонить, это был, по-моему, апрель. То есть мы вообще еще малыши прям совсем были. Я говорю, все, пойду сейчас Юле с Артемом позвоню. Звоню. Трубку... Не берут. Я думаю, ну сейчас вот если бы трубку не возьмете, я ведь Антону должен, когда звонюсь, потому что мне срочно Сауспокоилась. Типа, после этого в течение пяти минуты лидер, это тот человек, который не сядет и будет ждать. Ну когда же мне ответят? Если мне нужен, у меня был какой-то вопрос, я звонила всем подряд. Вот всем подряд я набирала, мне нужен ответ здесь и сейчас. Я писала во все чаты. Поэтому нужно именно так и делать. Бывает мне Оля либо Лена перезвонит, говорит, Настя, уже ладно, пока мне некогда. Ну, собственно, дальше у нас начались трудовые будни. Конечно, поначалу всем сложно, потому что новое абсолютно новое дело. Мы приглашали в бизнес, начали, Настя начала с теплого рынка конкретно, и, собственно, вот так ей отвечали. Мыться и зарабатывать нет, это не мое. Ну, просто на самом деле я догадывала огромную ошибку. Я в первый же день позвала всех в Reflame. Как думаете, сколько он? Теплый список, теплый рынок, вот. Ну как, теперь-то я там была у них в черном списке. В черном списке побывала, да. Вот. Так. Мне кажется, я не одна такая. Ну и по нашей истории, по истории нашей работы, в декабре 2015 года зарегистрировалась Настя, и только в феврале 2016 года зарегистрировался Толя. То есть я, Настя, мне что-то где-то там отказывал и так далее, я говорил, нет, все это фигня и ерунда. Меня не слушался, открыл себе вторую ветку, и потом, здрасте, что делать? Блин, это вообще секрет был. Ну ладно. Я говорю, вот так спонсоры не слушаются. Вот. И у меня такие прям мысли были, блин, мне хочется в Reflame, я не хочу эту франшизу... Какой нафиг Reflame? Я говорю, франшизу хочу. И у меня внутри такое сменение. Вот. И как им сказать уже то, что я вроде бы... Так что в феврале уже подготавливали документы, и в марте убрали этот бизнес, и даже деньги дались сами. Огромное спасибо на самом деле. Сколько жалеем. Вот сейчас думаю, такие, что на наемную, даже ту самую, на которой я был, мы бы не пошли сейчас. Сто процентов не пошли. Да. Вот. Я не знаю, как у каждого мысли в этом случае, что было. И сейчас тоже подвисли? Техника ее не выдерживает наших амбиций. Так, вроде бы нормально. Вот. То есть на 300 тысяч бы не пришли, да и на 400 тоже. Мы знаем, что здесь можем заработать больше, и это не только деньги. Это команда. То есть команду оставить, да ни за что нас верить. Команда – это наша семья, это наши друзья. Вот. А, собственно, дальше, в марте 2016 года мы только начали активно работать. Потому что у меня по работе очень много было всего. Вот. И прям серьезненько включились мы в марте 2016 года. Мы много начали рекрутировать по теплому рынку. Но я по теплому долго, кстати говоря, не начинал. Настя начала быстро, я долго не начинал. Думаю, ну ладно, пойду по холодному. Как многие начинают, ну, думают, что сначала лучше по холодному идти. Ну, знаете, по холодному – это такой рынок для обучения. Ставим свою речь. Ну, и вот так. Да. И тут мы даже не думали в очередной раз, а мы вовсю уже личными встречами работали с самого. Ну, как вовсю? Почти никак. Это была Лена Тертишникова, у нас первый ключевой партнер. Это была... Ну, я про нее хотел рассказать, как мы провели именно встречу. Ладно, молчу. Вот. То есть, поехали. Так, чем занимались Дарьи Флейм? Максим Янер – проектировщик, а Настя – социальный педагог-психолог. На бумажке. По документам. По документам. Вот. Поехали мы в очередной раз на встречу. Достаточно уже, ну, много работали личными встречами. Что только нам не говорили на этих встречах. И хорошие, и не очень хорошие, и так далее. Вот. Подъезжаем. У нас в кафе есть Мумушка. Стоит Лена. Ну, судя по-вотому, там много вообще стояло людей. Мы говорили, что вот Лена – это Лена. Потому что смотрела по сторонам и сказала, что, господи, кто сейчас, где там и что. Мы подъехали. Смотрим. Пафе народу много. Мы незнакомые люди абсолютно. Вот. Вы знаете, Лена – это, мне кажется, она мазохистка. Мы сами волнуемся еще. Я не знаю, по нам видно, нет. В общем, Лена сама говорит, ну, давайте в машине, что ли, проведете. А Лена садится на заднее сиденье. Я спереди сажусь, или впереди, впереди с Настей. И просто я смотрю, что-то у меня прям все мысли сразу пропали. Смотрю в зеркало заднего вида, Лена смотрит. Фуц, неудобно вообще долго же рассказывать. В итоге начали спиной рассказывать, потом повернулись. Я смотрю, Лена внимательно слушает, думаю, ничего себе. Потом мы уже посильнее развернулись, пообщались. Я, честно говоря, думал все, думаю, Лена, как бы этот, по-любому не зарегистрируется, ничего. Поехал, думаю, ладно, следующего найдем ключевого партнера. И тут Лена звонит, готова начать работать, думаю, ничего себе. То есть, ребят, кто хочет работать, тому хоть что расскажи, он готов будет работать. Главное, скажи, что бабки реально платят. На тот момент у нас появился офис. И мы уже планировали еще одну идею, это билборд. Я сейчас вот слайдик один пролесну вперед, как это примерно выглядело. Вот билборд. Он на одной из центральных улиц города был. Ну, не в центре города, но улица центральная по себе. Вот. На этот баннер я потом расскажу, кто к нам пришел. Вы даже удивитесь. Это сюрприз. Кто не знает. На самом деле, я долго думал, как этот баннер сделать. Вот в таком виде он работает в соцсетях удобно. Но на улице как-то люди, что за бизнес, не знаю, молодые там сидят, что. Непонятно, в общем, ничего. Скорее всего, может кто-то особо умный загуглил, что продвижение. Вот. Лена у нас сидит. Да, вот Лена сидит. Зеленая. Мы решили оффлайн провести планерку. Соединились с Михайловкой, с Бииском. То есть у нас вон там, видите, два компьютера. Здесь народ. Мы еще тортик купили. В общем, решили так попробовать. Как мы только не пробовали, на самом деле, работать. Да, вот Оля помнит. Да, импровизировали как могли. Мы все это проводили. Каждый отвечал, тут народа уже поубавилось. Вот на этой фотографии изначально. Был полный офис вообще там даже с детьми. Юля Лаврентьева, по-моему, с ребеночкой у нас была. Вот. То есть первые инструменты, которые мы... А у меня как бы мышление, это было для традиционного. Надо что-то вбухать куда-то. Вложить обязательно куда-то надо. И поэтому, поскольку не надо 300 тысяч вкладывать, я думаю, ну сюда чуть-чуть в офис. И в белый двор. Чуть. Биллборд, да. Ситуацию про офис я тоже чуть-чуть расскажу. А вот как раз-таки то, что Юля Гефнидер, когда Настя звонила, она звонила по поводу биллборда. Что написать на нем? Что же написать? Юля очень много вариантов прикинула. Вот. Приняли, выбрали один. То есть он нажимает квадратов на одной центральной улице города. И тем самым выходим... Ну не тем самым выходим, но 12 выходим. То есть у нас здесь пошел достаточно быстрый рост. Вот. Июнь, 16-го, приходит коневая Е. Про ЕЮ тоже сейчас расскажу. Мы с ЕЮ работали в офисе. То есть вот этот вот тот самый офис, это один из офисов, так скажем, нашего общего офиса. Как я решил тут сделать, не знаю, грамотно, неграмотно. Еще один, кстати, момент расскажу, пока не забыл, потому что интересно достаточно случаев про ЛТО. Эдуард Васильев тоже про это рассказывал. У меня вот ситуация один в один получилась. Когда я еще не зарегался, Настя, поскольку я 5000-то ей тогда, она решила мне дать коробку с продукцией компании Reflame и привезть продукцию в проектный центр, где в большинство случаев одни мужики работают. Как раз-таки 8 марта приближалась. Вот. Я с этой коробкой там кто-то увидел, потом выхожу там, парень бакс-менеджер был, он, Толян-то работает в компании Reflame, слышали? Я бегом с этой коробкой забежал, ну, знаешь же, что мне надо. Пошел к секретарше сначала, к нашей Оле, она посмотрела, заказала какой-то тушь или гандаш, что-то я не знаю. Она заказала гель для душа, мыло и мочалку. Вот. Ну, что-то недавно она заказала, потом подошел к другой женщине, она говорит, я в моряке, и пошел к директору, у него жена тоже в моряке, я расстроился. Но у меня, как бы, еще знаю, что Ия можно заказать. Техничкой работала. Вот. Подошел к Ии и с любопытством все посмотрела. Заказала даже парфюм. Заказала парфюм Love Potation, если я помню. Розовенький. Да, 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 вот он первый вышел такой, который. Вот. Мне цель еще была что-то втюхать из продукции, успеть в офис до вечера, и поэтому я в основной работе сильно-то не думал в этот день. Как-то у меня постоянно вот это надо же сделать обязательно, то и не опозориться при этом еще с этим LTO. Тут уже настало мое время. То он мне говорил, я тебя не пущу домой, если ты на работу не найдешь, а тут мое время, я тебя домой не пущу, если мы LTO не сделаем. Да, да, да. И я, получается, у нас гардероб на втором этаже, я туда коробку спрятал, именно спрятал, чтобы никто не видел. И у нас рядом с гардеробом будет, ну, как раз-таки мыло пол Жанны Андреевны проходило. Вот. Я думаю, ага, вот она уже поравнялась почти с дверью этого гардероба. Я говорю, Жанна Андреевна, идите сюда, Гардероб. Вот, она, что такое? Видите, я зираюсь, как будто, не знаю, наркотики привез на работу. Я говорю, Жанна Андреевна, посмотрите, вот. И пальцем показываю, вот так вот. Она смотрит, ну, мне ничего не надо, говорит. Я говорю, ну, дешево. Я не молюсь, говорит. Вот, не помогла никакая. Я, короче, говорят, ну, что-то заказал. Наверное, на 30 все-таки в день я заказал. Ушел с собой не очень доволен. Думаю, с 50 легко делать вообще бонус-баллы. Ну, как бы для девушек это легко. Для меня это было не очень легко. И поэтому я больше так не делаю. Просто, понимаете, как бы я так каталогом срабатывала первое время, я сразу 150, ну, почти сразу. Первый раз у меня было 70 вонус-баллы, второй раз уже 150. А тут, знаете, как бы Толя-то, ну, как так-то она справилась, а я-то чем хуже. Поэтому прямо у меня грудь-колесом, а я кое-что могу лучше, чем ты. Да, мне потом уже сказали, что достать разок другу какой-нибудь подарок продавщицам подарить. Пообещать хотя бы. Да, пообещать, да. Как Артем Гефнидер говорил. Ну, до этого я не дошел. Я когда зарегался, я начал на столе делать вот пищу, купил велосы, все. Витаминки прям на ура пошли, все мне очень нравилось. Поэтому вообще никаких проблем с этим не было. Вот, но теперь вернусь к И. И, когда я зарегистрировался, да, и было дело, когда я зарегался, я параллельно еще работал некоторое время с марта до июля, до июля, я только в июле уволился. Вот. Мне нужно, чтобы И.А. тоже начало со мной работать. Я, как это делал? Я не то, что даже хотя именно, чтобы И.А. зарегистрировался, я просто как-то это, ну, не знаю, у меня получалось, просто я хотел так делать. Я читаю бизнес-трафарет, хожу по кабинету взад и вперед. Работа, конечно, то есть, ну, это примерно обеденный был перерыв, либо после обеденной, то есть у меня было время, там, минут 15, эту книжку почитать. И интересуется у нас еще там, парень Саня был, тоже интересуется, что это такое, я читаю. И я так эмоционально говорю, и я, блин, мы, говорю, вообще не там, где есть представители. Начиная рассказывать, я говорю, это ужас вообще полный. Смотри, смотри, что мы делаем-то, молодость, прожигаем свое. Вот. Саня там иногда серьезно отвечал, иногда что-то там подстегать, поржать. Но в итоге Саня первый зарегался. Вот. Саня делал в то, вот, два, ну, насколько может один мужик сделать, как бы, для себя. Вот. Ее нет еще, смотри. Ее присматривалось. Вот. Потом ее попросила у меня сама бизнес-трафарет. Потом я ходил и рассказывал про маркетинг-план по кабинету взад и вперед. Шаг номер два. Это был маркетинг. Вы знаете, дубликация спонсора. Я то ли подсунула бизнес-трафарет, он его читал. Потом он просчитал своим партнером. После чего я то ли втюхала, так сказать, маркетинг-план, и он повторил меня, опять же. Рассказал всем про маркетинг-план. И тут и узнала о 150 бонус-баллов. Я вообще, как бы, не палился насчет этого абсолютно. Я говорю, 5 тысяч рублей надо. 5 штук. Ну, я-то думал, что, как бы, это мало, а некоторым показалось это много. Я говорю, ну, вы что, блин, все равно же тратите на 5 тысяч. И еще можно здесь в дело впустить, так скажем. Вот. Тут Владимир написал. Я его как раз распробовал и на работу принес. Мы там тоже чайпитием занимались. Я принес это дело на работу. И тут какой-то момент... Что это за штука? Да, это демонстративно показывал. Даже, да, мы его пили. Ну, у нас кухня была, в общем, на первом этаже. Мы там все кушали в обеденное время. Я только с велносом приходил. Я ел суп этот. Может быть, я еще делал что-то. Может быть, тот самый там шаурму бигбон хотелось порой. Но я ел велнос. Чтобы люди видели, что это такое. Вот. В какой-то момент я все-таки стала к этому бизнесу. Все, говорит, регистрируй меня. Вот. И так я, собственно, оказалась в этом бизнесе. Так, дальше мы перелеснем. Ну, что самое интересное, мы начали параллельно работать еще с этой работой, с основной... Как шпионы. Как шпионы, да. Потом у меня следующий был шаг. Я соседний офис. Там, где мы раньше, я его просто взял и снял, этот офис. Настя работает в том офисе, а я через стенку инженерировал. И периодически я начал подбегать туда. И у меня уже шеф говорит, Настя в Арифлейме, ты-то, говорит, что там забыл. Вот. А я до последнего ничего абсолютно не говорил. Вот. Ну, потом вот все-таки об этом, конечно же, узнал. Узнали об этом все. Вот. С июля я уволился. Ну, просто люди удивлялись, что к нам поток людей, большой достаточно поток людей шел. То есть мы работали на тот момент летом личными встречами. И вот знаете, здесь у нас была такая ситуация, мы работали личными встречами, я думаю, наш бизнес-партнер стал, что ему попадаются зарегистрированные люди. И вот верите, нет, два каталога порожняком у нас шли зарегистрированные люди. Все, человек говорит, да, я хочу работать, начинаем регистрировать, просто зарегистрировать, такой консультант есть уже в системе. Как мы только с этим не боролись, но мы поняли, что бороться с этим просто бесполезно. И два месяца у нас шел поток зарегистрированных людей. Вот в это время любой другой нормальный человек бы сказал бы, да ну нафиг, все это ерунда, это не работает, опустились руки. Но так была охота, так сказать, успеха. Мы настолько этого хотели, мы настолько этого желали. Реально опускались руки, там ругались даже, доходило до этого. Все, я не буду ничего делать, ну как между собой, конечно, сижу по кнопкам, тыкаю рекрутирую. Я говорю, не делай, я один справлюсь без тебя. Потом наоборот. Да, потом наоборот. И тут нам, ну допустим, бывало такое, что ругались, нужно ввести дальше вебинар. А на тот момент вебинар был на весь проект, если помните, там был на продвижении. А нам нужно было ввести то ли рекрутинговый какой-то вебинар, то ли ругали вовсе. И тут 0-0 время, хоп, сидим, улыбаемся. Мы видим красиво, все хорошо. После вебинара у нас все ругались, не помню. Давай не будем вспоминать. Давай не будем вспоминать, да. Рекрутинговый микс, по-моему, у нас вебинарный. Нет, нет, а, да, нет, нет, нет. ВВО. А, ВВО, да, рекрутинговый микс, не ругались в этот момент. Вот. Честно говоря, было, очень нравилось работать так в офисе, но это, конечно, утомляло. Потому что люди потоком большим в день. Это вообще капец было. Но мы продолжали. Следующий каталог, они были не зареганы, но оказывается, с холодного рынка они приходят на офис, тут вывеска, другая компания, заходят, узнают, что рефлейм, хотят работать, не хотят работать. То есть они просто пропадают. На Авито рекрутировали. Закрывали мы офис в 12, в первом часу, потому что там планерки. Там у нас с пульта охраны звонили постоянно вообще, несколько раз. Вот. Вот такая система работы была в тот момент. И Ольге Цимбаловой мы никогда не говорили, что нас кто-то не получает. Мы тут поругаемся, что-нибудь, да, Оля звонит. Ребят, как дела? Ой, у нас все классно, рекрутят все, супер, супер вообще. Вот. То есть мне было стыдно признаться, что у меня что-то не получается. Поэтому я никогда не говорила о том, что у меня не получается. И нам всегда Лена Филина говорила, ваши мысли материальные. Если ничего не получается, делайте еще больше, что... И думайте о том, что все получается. Поэтому, когда у меня попадали на человека, просто думала, ой, ну, нафиг, не дороже, дай. Ну, не два сразу, а один закрыли, второй сняли в этом же... То есть было время, когда он был нам действительно нужен. А сейчас вообще он не нужен. Сейчас не нужен. Да, может быть, когда-нибудь будет нужен. Я еще не спорю. Но сейчас рост идет быстрее, гораздо без него. Работая дома, не отвлекаясь и так далее. Ну, как бы нам сейчас так нравится работать. Вот. Потому что система работы на самом деле поменялась. Мы больше сейчас год этим. То вот последние несколько месяцев это онлайн стало. Через онлайн продуктивность намного больше у нас. Всех по-разному, да. Но у нас, именно у нас больше получается эффективность. Через онлайн, да. Вот. Так, ну, сейчас Ия у нас на 18%. Как пришли Грязновы дальше? Я думаю, все хотите вы про это услышать. Я буквально в двух словах расскажу. Вот. У нас был тот самый баннер, про который я говорил. Вот. И Света с Ильей увидели. Бады не нас с Настей. Они нас как бы не знали даже. Я удивлен. Вроде бы столько общих друзей, но не знали. У нас с Ильей особенно много общих друзей. Из прошлого, так скажем. Ну, увидели они Ию. А Ия это их хорошая подруга. Вот. Да, и в одном институте учились. Они увидели Ию. Начали узнавать, что это такое. В итоге поняли, что это компания Reflame. Вот. И мне, ну, когда мы собеседование уже провели с Витей, с Ильей. Причем, как провели. Света уже мою страницу изучила подробненько. Именно, как я веду собеседование. И, в принципе, ты уже сидела вот так вот и знала, что я... Ну, давай дальше. Я это говорю, ну, давай дальше. Вот так. У нее там еще ребеночка надо было быстрее забрать. В общем, она меня подторапливала. Я другими словами немножко сказал. Она все равно сказала, подумаю. Но ей было интересно уже по-любому начать. Вот. И они начали. В первый вечер они 150 бонус-баллов сделали. Это был день закрытия каталога. День закрытия каталога. Девально 2 часа до закрытия. Они сделали 150 бонус-баллов. Поэтому работаем всегда до последней секунды. Возможно, придет купер и сделает 150 бонус-баллов. Сейчас Света с Ильей на 18%. Следующий каталог это будет 22% уже определенный. Вот. Ребята растут на холодном рынке. Они у нас специалисты. Вот. Представляете, открываете инфлист. А там при работе с холодным рынком идут подряд. Там 200, 300, 150. Вот так вот это бонус-баллов. Круто, да, на самом деле. Такого результата мы не добились. А вот Света и Ильей добились. Вот. Следующий момент это увольнение в июле 2016 года. Дальше в июле-август работаем холодным рынком. Живые встречи в офисе. А дальше мы... Вот смотрите, как мы выходили. То есть на трешке были какие-то на шестерке. В апреле на девятке. В мае на двенашке. В июне на пятнашке. То есть каждый каталог одна ступенька. Это было легко. Но потом для нас не очень легко. Испытания. Пошли зарегистрированные люди. И вы представляете, я думаю, сейчас, ага, будет 18. Нет, 18. Следующий каталог, ага, будет 18. Нет, 18. Вот. Лесные дали. Мы там уже готовы были на 22. И мы это утверждали, как бы, нет больше ключевых партнеров. Они не были. И представляете, с июня, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Декабрь. Декабрь. Представляете, 9 каталогов 10%. И у нас было такое, что мы почти затянули до 18. У нас там 4 было тысячи с перехлёстом. То, что вот-вот 18. И у нас начали люди просто пачками уходить. У нас было такое, что 15-ка мы, да-да-да, и мы сидим и думаем, нам бы 15-ку подтвердить, потому что у нас просто люди уходили из команды. Вот. Но падения не было. Вот. Поэтому тут просто реально нас вселенная проверяла на прочность, насколько мы готовы к тому, чтобы у нас была классная жизнь, такая, какую мы хотим. И вот я помню, мне Лена Филина звонила и говорила, Настя, а ты знаешь, что 15% это такой переломный момент. Многие лидеры ломаются и уходят с этого уровня. Я говорю, ой, фигня-то какая. И потом, когда мы уже 10 каталогов сидим, я говорю, боже мой, он сорта прав. Вот. И как здорово, что Лена предупредила. Потому что когда она позвонила, поздравила нас с этим уровнем, она сказала. Вот. И я думаю, ну, правда, что люди, многие, действительно, которые слабые духом, они бы сломались. Потому что как так? Столько времени и нет результата. Поэтому обязательно слушайте своего спонсора. И сила воли по-другому никак. И просто у меня были ощущения какие, что вот 15. Как бы чувствовался успех, но когда вышли на 15, 3-4 каталога, пожелее, тяжелее. У меня порой мысли были, ни в коем случае не уходить. Такой мысли никогда не было. Были мысли, блин, я превратился. Здесь даже не 22. С работы уволился. Господи, я... В общем, истоп. Истоп. Я вообще сейчас. Потом понял, что когда начал самообразование в книге, я понял, что великие люди, на самом деле, блин, падение предшествовало успеху. Вот. И с тех пор мы начали активно читать. Декабрь 2016 года, представляете, дальше. Приходит следующий ключевой партнер. Ноябрь, ноябрь, в конце ноября Аня пришла. Да? Ну, хорошо. Вот. В конце ноября приходит Валдыкина Аня. Я Ане до того предлагал. Личный бренд мы всегда развивали, но, так скажем, люди шли, но не так сильно, как хотелось бы. Вот. С Аней мы были давно достаточно знакомы. Первый раз она отказалась. Второй раз, когда я написал ей, она уже призадумалась. Потом она рассказывала мне, как она подумала, говорит, вроде бы Толя, с двумя высшими образованиями. Мори Флейм. Взрыв мозга, короче говоря. Сначала, говорит, ну, может не по той дорожке пошел, по катистой покатился там и так далее. Связался не с той компанией. Всякое же бывает люди там. Вот. Потом, нет, что-то, говорит, неспроста. Раз ты на комах так настойчиво, ну, я не сильно настойчиво, а не старался звать. Вы знаете, сейчас я использую в собеседованиях, что, ну, личное пользование, все дела. И у меня аллергия на компанию Арифлейм, вообще на все их продукты. На что я всегда говорю. Вы знаете, муж у меня помадами не пользуется, честно говорю. Сама слежу за этим. И люди смеются, говорят, ну, правда, мужчина же не будет пользоваться помадами, значит, наверное, что тут что-то есть. Думаю, за мной следить надо. Вот. И следом в начале декабря, следом в начале декабря, приходит следующий ключевой партнер в вершине наявления. Вот. Женя, вообще, наш теплый рынок, оказывается, совместно научилась в той же школе, что и Настя. Ну, а до того мы с Женей в одной компании общались. Вот. И она сказала, Женя, и она, Толя, только скажи, что это не Арифлейм, ну, пожалуйста. Я говорю, мы с тобой созвонимся, я тебе все расскажу, не беспокойся. Вот. Да, это оказался Арифлейм. Вот. И Женя, сколько не жалеет. Я знаю, что Женя это очень нравится. Женя сегодня у нас вебинар вела, да? Женя смотрела, вела вебинар сегодня, да. Профессионально, интересно, круто. Женя, молодец. Сейчас ребята Аня и Женя, они, я думаю, уже ближе к 12% будут в этом каталоге. То есть, рост идет нормально. Вот. Так, ну и еще такой момент, когда Женю, с Женей, она узнала, что Ага, Настя что-то она оказывает знает. Вот. Спрашивает фамилию, что я сказала. Она говорит, о, поняла, все, я к Насте пошел, я говорю, блин, Настя, ты что там в школе делала-то, блин? Походу сейчас со мной с Женей общаться будет. Я была спокойным ребенком. Вот. А сейчас мы расскажем, сколько у нас веток у нас на следующем слайде. У нас, да, ну не на следующем, там у нас мероприятия дальше идут. Вот. Ну и январь 2017 года у нас пришла Малина, Катя Кончарова. Я, вот это тоже уже ключевые партнеры. И там Роза Быстрый за каталог 9%, да? Да. Самое главное, ребята, все брать в свои руки. Вот. Так. Ну реклама на машине. Реклама на машине. То есть просто показать, что она, ну, работает с ней обратно достаточно. То есть огороды хотел, кто-то там команду зэков работу найти тоже хотел. По-разному абсолютно. Но в Барнауле она работает. Мы в Барнауле приезжаем, нам постоянно звонят. Все методы. Все, что можно было, мы все использовали. Кстати, реклама на машине – это идея Ирины Березы. Да, Ирия, спасибо за это увидели. Сделали, правда, не так, как и Роман было так же сделать. Вот. Так, мы сопровождаем команду. Ребята, 10-го числа будет вебинар по системе работы, поэтому мы вас приглашаем. Сейчас мы не будем тратить время на… Да, просто у нас еще не совсем конец вебинара, тут просто не успеть можем. Да. 10-го расскажем обязательно. Вот. Курьезные моменты немножечко расскажу, парочку. Вот. Я рекрутирую в Одноклассниках. И, ну, на тот момент меня абсолютно не смутило, что я написал парню Саиду. Как бы сейчас бы я Саиду не написал. Я написал, рассательно выслушал и с умным видом написал, слушай, тут одна девушка тоже искала сегнера. Я не знаю, что вообще там понял. И кидает ссылку на Олю Цимболову. Я вообще удивлен. Тем временем Оля тоже выкладывает скрин с этим Саидом, что она с ним переписывалась. Там мы когда увидели, мы долго ржали. Вот. Через некоторое время вообще Саид спрашивает, ну что, девушка понравилась? Он так и ничего и не понял. Он по сей день нас поздравляет в Одноклассниках со всеми близниками. В WhatsApp мне пишут, доброе утро с масленицами. Вот все. Он думает, что это там Толя. Я просто читаю и улыбаюсь. Говорю, Толь, отец Саида, привет. Привет, брат, мне каждый день. Удачного дня, брат. Подарки шлет. Потом у нас был товарищ Латиф. Это тоже. Мы еще на маленьких уровнях были, где нас что-то могло бы смутить, напугать. Был Латиф. Раньше я тоже бы Латифа не стала бы рекрутировать. Он по-русски вообще ни слова не понимал. Мы его зарегистрировали. Он мне говорит, начальника я вас не понимала. 11 марта. Он всех девочек поздравляет с 8 марта. На следующий день он опять поздравлял всех с 8 марта. И тут такая ситуация. У нас бизнес-партнеры, один из наших партнеров добавляет в чат девушку. Да, орифлям, орифлям, который, вот, у которой муж оказался против всего этого. Там на нее кричал, там на нее ругался. А скайп мы взяли именно этого супруга. И Латиф потерял меня, не мог мне дозвониться в телефон, и поэтому он просто начал звонить в этот чат. Целиком в чат со всем народом вот этим. Люди берут трубки, Латиф кричит, орифлям, орифлям. Бизнес-партнеры, да, бизнес-партнеры, орифлям, Настя-партнеры, куда пропало, а тот мужчина, который запрещен заниматься всем этим делом. Он просто допослился, пип-пип-пип, паслился, пип-пип. Вот, то есть он там орет, он матом кричит, он просто за голову, боже, что делать. Но зато мы сейчас вспоминаем этот рифлям с таким смехом. Рит, про систему запуска новичка 10 марта нам сказали про это. Да, у нас будет про это отдельно расскажем, чтобы, ну, поподробно. Мы хотели сегодня, но нам сказали, история успеха будет. Да, сегодня. Так, еще был один момент у нас, когда мы работали личными встречами, с билборда опять же позвонил человек и говорит, я хочу с вами встретиться. Вот, он много достаточно звонил, но с билборда именно, это первый именно человек был. Вот, решили встретиться вечером, уже темняло, скажем, возле медицинского коньза в городе Бийске. Вот. Ну и человек подходит. Ну, как-то мне подозрительным вообще показался. С длинными волосами, какой-то такой спокойный. Вот. На улице просто было, мы в футболках. Там ни кафе, ничего рядом не было, поэтому, ну, давайте в машине проводить собеседование. Если в тот раз, когда Лену проводили собеседование, я как бы не беспокоился, что там Лена сидит, я беспокоился о том, как я проведу. То тут я беспокоился, что какой-то тип у меня странный на заднем сиденье, и мне постоянно вот так в глаза смотрит. Когда я презентацию бизнеса рассказал, он сидит, я говорю, я все, Настя тоже все, он сидит и не уходит. Он говорит, был на Луне, но эти демоны, и мы такие, ааа, капец. Вот. И просто еще у меня что-то с дверью случилось, то ли она заблокировалась, то ли что. Вот. Мои мысли в этот момент, блин, какой-то тип странный сидит сзади, вообще глушил и молчит. Не знаю, насколько его были мысли, но я думаю, что его мысли, блин, интересные люди. На работу позвали, в машину затащили, двери заблокировали. Да. То есть достаточно интересный, прикольный такой момент. И таких моментов у нас много, их можно рассказывать бесконечно просто. У нас что ни день, то фокус, то меня чуть в ментовку не увезли за то, что я объявление расклеивала, то еще что-нибудь. Да, то есть тоже объявление расклеивали, мы в вечернее время этим занимаемся, все уже темно, поработали, поехали расклеивать объявление. Потому что Толя работала на работе, и как бы я днем работаю, Толя вечером приходит, совещает, и по меня на объявление у нас время только ночью, там уже в час, в два ночи мы едем клеить. Я, значит, такая, как 16-летняя девочка, там, в спортивном костюме, в шапке с помпоном, клеить ее объявление, подходит менты, говорит, девушка, паспорт предъявите, потому что гуляете без присмотра взрослых. Тут подходит Толя такой, значит, на него, ты кто? Ты муж. Ну, в общем, на них тоже ванны были. Чуть не увезли, хорошо, Толя рядом был. Они уже не знают, чему придрадут. Документы на машину предъявите, что ли. Вот, может быть, угнали машину. Вот. Ну и, вот недавно, кстати, прикольный тоже случай был. Не могу его не рассказать, на самом деле. Один из наших бизнес-партнеров, уже ключевой партнер, я не буду называть его имя, на всякий случай. Вот. В общем, нужно было написать АСМУ. Написать АСМУ Елене Сидоровой. Вот и вопрос. А наш партнер не знает, кто такой АСМУ. Как бы, это наша недоработка, не рассказали заранее. Дали просто контакт, контакт АСМУ, и все. АСМУ Елены. Вот. Начала у нас девушка писать. У нас просто есть такое, что если я ответить не могу, мы параллельные структурки друг другу помогают. Вот. И она посчитала, что нужно Елене Сидоровне с каким-то вопросом помочь, что-то решить. И пишет, Елена. Здравствуйте, я АССИБИРИ. Елена пишет, здравствуйте, вы, наверное, ошиблись. Нет, это я АСМУ по Сибири. Вы смеялись. Было бы прикольно, если бы она убедила ее, что все-таки она уже не АСМУ по Сибири. Ой, прикольный случай. Вообще-то уже смеялись. Да, но все, вам нужна помощь. Я АСМУ по Сибири. В общем, какая команда, такие партнеры. У нас была поездка на салон успеха Ольги Кибис. Ребят, в том году мы ездили одни на этот салон успеха. Мы и спонсоры. 3-6%. А в этом году у нас из Белийска едет 4 машины битком. Это 20 человек. Это без учета автобуса. Это без учета автобуса. И плюс еще с Новосибирской области. Ребят, год прошел. Мы везем с собой огромную команду. Поэтому год не уходить, как бы тяжело не было. Нам, да, эти два каталога, когда шли вообще люди все зарегистрированные, мы не сдавались. И просто как только сезон огородов закончился, у нас прорвало. У нас люди пошли. Мы выдержали это. Поэтому если у вас будет что-то не получаться, никогда не сдавайтесь. Потому что наберетесь опыта, и у вас просто все пойдет как по маслу. По путиках берете. У нас есть автобус. Я думаю, там еще есть места. Нужно уточнить будет. У нас есть Белийский чат. Вот там можете это обсудить, в принципе. А, уже мест нет. А, нет места. Все, мест нет. Вот. То есть вот это первое мероприятие, на которое мы поехали, оно меня цепануло. А, еще мне тогда сказали, твоя задача поймать спонсоров Юлии, Артемов и Бифнидер, с ними сфотографироваться. Как сейчас помню, их окружили. Я маленький спонсор. Я не могу его не выполнить. Понимала Артема, он не понимал вообще, что происходит. Я говорю, вон туда смотри. Вот. И все, у нас быстренько сфотографировали, счастливая, довольная. Да. И такое первое мероприятие, которое прям зацепило. Были очень душевные истории. Формат очень душевный. И мы прям замотивированы и поехали. Вот. Следующий момент, следующее мероприятие, которое мы посетили, это был парад успеха команды Гифнидер. Первый раз мы приехали на это, и у нас такое, ничего себе, как все шикарно круто. А еще нас на лимузине катали. Ну вот, фотка из него, собственно. И мероприятие-то это даже не компания, это мероприятие от лидеров. Думали, ничего себе, а что от компании и так далее. То есть вот уже малышей фактически нас... Приучают к шикарной дне. Только-только, да, и прям ух, и рекрутировать потом поехали. И помчали, да, личный бренд прокачали. Подарки ветеранам на 9 мая. Мы командой так решили. Но все равно ЛТО мы все делаем. Шампуни, гели для душа мы все это покупаем себе, но купить успеем. Поэтому на 9 мая я связалась с охотниками. И на 9 мая мы ездили к нашим бийским ветеранам и дарили им подарки. Про что потом, ну, про нас писали в газете. Вот, про это тоже расскажу. Следующая акция у нас была, это помощь детям в социальной квартире. Ну, тоже присотрудничать именно с защитой. Мы долго думали, то, как организовать какую акцию. И организовали вот эту. Здесь пакетики на самом деле только Арифлейм, но продукцию Арифлейм... Можно было брать, конечно, да. Раскраски, карандаши. У нас такая, раскраски, карандаши и игрушечки. Да, вот Толя тут добрый гопник отобрал. Настя говорит, отобрал у богатых людей, принес нам. Вот. Ну и, соответственно, после вот этих двух мероприятий, у нас написали статью в онлайн-газете, она не онлайн параллельно выходит. Вот здесь сразу два мероприятия, фотки, описание, в принципе, было. Это еще было летом. Вот это мероприятие. Следующее такое мероприятие, которое нас очень замотивировало, это была встреча с Родионовыми. Тут тоже ситуация достаточно прикольная. Оля Цимбалова увидела где-то в чатах. За час до встречи. Мы в огороде. Мы в огороде грязные, ну, как просто грязные, короче говоря. Вот. Нам сказали, ага, нужно ехать. Ну, раз надо ехать, то собрались. Мы там умылись чуть-чуть, как могли. Где-то там чуть-чуть умылись, да. И поехали, да. И вот Кастя, у нее джинсы рваны лазила. Что начинаешь? Вот, мы очень замотивировались от ребят. Ребята молодые, интересные. Ну, это душевная такая встреча. Все в суперках, мы в кроссовках. Ну, самое главное, мы там были. Да. Следующее мероприятие, первое такое, я бы даже сказал, домашнее мероприятие, которое меня поразило. Мне было местами там страшно. Страшно выступать, страшно работать с незнакомой командой. Но насколько это полезно? Недаром все сделали, что работаешь не со своей командой. Мы с Толей были в разных командах. И понимаете, у нас была цель не, чтобы наша команда выиграла, а у меня была цель победить Толю. У него была цель победить меня. То есть, первый день, первое место заняла моя команда, а второй день Толина команда. Ну, в общем, такая конкуренция между нами была вообще огромнейшая. Я мимо него пробегаю, допустим, в нашей команде, и так вот так его делала. Тут у тебя Настасья Петровна так чего с этим. То есть, мероприятие крутое, ждем парк-отель «Чайка». Я думаю, будет это еще круче, потому что народу больше прям ждем с нетерпением. В следующий момент мы решили организовать семинар в городе Бийске. Позвали спонсоров, Артема Гифнида, Сергей Селезнев и Юра Королева. Я просто позвонила Артему в скайпе и сказала, что там у нас семинар в Бийске. Родион, вы приезжали, нам Гифнидеров нужно в городе Бийск. Вот, позвонила, обо всем договорилась, Толя организовал. Вот, мы это сделали. Сделали в таком, ну, красивеньком зале достаточно. Тут на фотке даже Черепанова есть. То есть, мы параллельные структуры пригласили тоже. Потому что народу было нормально, там около 100 человек или больше. Ну, что-то такое, примерно 90-100 человек, да, было. Потом мы пообщались еще душевненько, вот фотография на фоне трех машин, пофотались со спонсорами, потом проводили спонсоров. Вот, и остались замызанными очень сильно. А следующее мероприятие, это по нашему желанию, мы захотели и поехали в ШМО Барнаул. Проводили директора ШМО. Ну, было интересно, круто, приятно было послушать всех. Очень сильные спикеры были. Ну, потом было еще более вечное мероприятие, к которому мы готовились хорошо. Что, так скажем, это мужской бизнес-семинар. Ну, куда без него. Даже Настину папу с собой взяли. Вот, и до сих пор мы этим роликом рекрутируем, показываем, сколько здесь мужиков. Мы рекрутируем двумя роликами. Это основной, который сделали красивый. И где мужики выходят на сцену, и компания Reflame. Ролики рекрутирующие, на самом деле, очень. Они даже больше для парней бизнес-партнеров новых, чем для незнакомых каких-то парней работают. Следующее мероприятие, это БВО в городе Барнауле. Ну, когда Юрий Михалюк заканчивал свое выступление уже, само БВО подходило к концу. Настя подвела всю команду. И мы бегом-бегом побежали на сцену, чтобы успеть сфотаться первыми. На самом деле, просто поступило хитро. Я вижу, что он уже заканчивается. И я говорю, так, ребята, идите сюда. Говорю, сейчас все ринутся к сцене. Мы должны быть там первыми. И все гуляли гуськом за спонсором на сцену. То есть, как раз только мы подобрались к сцене, и все, он закончил свою речь. И мы тут, как тут, были самые первые, и с ним фотались. Да, Настя подбежала к вице-президенту, схватила его за руку и показала, смотрите вот сюда. Ну, поскольку сделала это Настя, потом сделала это я, и сделала вся наша команда. У нас у всех фотки с вице-президентом. Также на следующий день было опять ШМО в городе Барнауле. Это было от бриллиантов. Ребят, мы оттуда столько всего взяли. Я скажу больше, оттуда пошел рост сразу. У всей команды. Мы даже не ждали этого вебинара, просто пересмотрели ШМО. И все, мы все привезли оттуда, не больше, не меньше. Ну, да, даже, ну так, с минимальными переработками мы просто это внедрили. Прикольно получилось, достаточно интересно, про это тоже расскажем. А вот здесь вторая фоточка, это мы встретились с командой Наташа Прокопиевца, с командой Лены Филиной. Там, да, да, все наши, в общем говоря, собрались. Там все наши красавчики. Было круто, весело, покушали, пообщались, посидели. Вот. Так, ну дальше... Голливуд пати. Все его закарные мероприятия, Голливуд пати. Я думаю, я сюда решил одну фотку припилить. Можно было много, да. Это, ну сказать, что это круто, это не сказать абсолютно ничего. Вот, это мега круто, это просто очень полезно. Это был мини-банкет директоров. Просто люди смотрят, ничего себе там у вас. Ну, такие корпоративы не делает никто вообще. Да. Ну, следующее мероприятие, за это мероприятие, за идею этого мероприятия мы говорим огромное спасибо Евгении Вершининой, та самая Евгения, которая вела с нами вебинар, та самая Евгения. По сути, она все и организовала, мы только помогли ей выполнить. Да. Как бы у нас уже опыт такой, в принципе, был. Женя сказала нам, мы помогли все сделать, мы организовали это все вместе. Спасибо огромной команде за то, что поддержала это мероприятие. Ну, а почему нет, съездили, подарили, сделали. Хорошее дело сделали, да. И нам приятно. И собачки. И собачки сытые. И фрукт ней. Вот, вот эти коробочки, это примерно четверть тонны рыбы было у нас. Мы его не смогли загрузить в мою машину, поэтому загрузили в большую машину, в другую. Да. Вот совсем недавно мероприятие, вот на днях. Мотивация, мотивация от него не прошла. Это совет директоров. Это просто круто. Столько директоров в одном месте. Дают, ну, синергию, энергии, силы, духа и так далее. Что, ну, просто фантастически вообще. Мы с Грязновым ездили. У нас там грудь вперед была колесом, наши звездочки. Да, еще выступают. Да, еще рассказывают, как нужно работать, им вопросы задают, но мы тут вообще прям рейли. Да, тут сами мы, честно говоря, не успели немножко подготовиться к выступлению, поэтому пришлось на месте придумывать выступление. Не знаю. Ну, вроде бы сказали все, что хотели, поэтому, ну, тоже другое мероприятие, вот. Ну, и команда «Наша все». Вот такие встречи мы проводим, причем они все больше и больше. Вот первая встреча, даже не первая, наверное, третья встреча это внизу, потом спава, это примерно там четвертая встреча. И предпоследняя встреча вот сверху. Последняя была встреча еще больше на роду. У нас с каждым разом все больше и больше. То есть разные места, разные кафешечки выбираем. У нас уже на многих кафешечках знают. Да, и у нас вся команда такая же амбициозная, такая же позитивная. Нас знают уже просто, мне кажется, весь город. Когда мы вышли на 22%, когда мы выходили на 22%, у нас был план выйти на 22% и вывести Грязновых на 18%. Вот, то есть вот таких два плана было. Да, когда мы сделали 22%, там еще несколько... Мы смотрим, что мы уже вот все, как бы вот-вот. У Грязновых разница больше. Мы тут уже не втерпешь. Ребята уже к ним домой дорванули. Вот, там мы доработали и мы сделали, в нашей команде сделали последний заказ. Минута в минуту. Минута в минуту. И все, сессия недоступна, ровно 5000 бонус баллов. У нас около 8000 бонус баллов стало. Вот. Тем самым мы сделали то, что хотели и дальше, я чувствую, будет проще. Вот, дальше будет интереснее, потому что у всех... Я сразу скажу, после совета у меня планы поменялись даже. У меня после совета план не бриллиантовый деревян стал исполнительный. Вот. И я, ну, как бы нам сказали, 10. Умножайте на 10 все ваши цели. Я умножил на 10. И понял, что, как бы, мелковато мыслил на самом деле. Нужно было мыслить глубже. Сейчас у нас в настоящий момент, ну, если по группам смотреть, 5 групп развивается. Вот. Первая группа 1100 бонус баллов. Это как раз-таки группа Лена, там, Аня, Женя находится в ней. Вторая группа у нас потребительская 330 бонус баллов. Третья группа 5300 бонус баллов. Это группа, я думаю, уже в следующем каталоге на 22% выйдет. Это как раз-таки, где Ель, где Грязновы находятся. Четвертая группа за каталог фактически вышла на 1200 бонус баллов. То есть вот здесь мы... Это у нас Катя Малина, Юлия Гончарова. Да, Юлия Гончарова. Ну и пятая, она была у нас потребительская сейчас на нуле. То есть там несколько потребителей, которые делали 150 бонус баллов, ушли. Мы уже, правда, не почувствовали то, что они ушли. Раньше как-то 300 много. Сейчас есть запас, так скажем, чтобы не слететь с уровня. Ну и наши планы расскажем вкратце. До конца года заложить 8 групп. То есть сейчас есть, грубо говоря, 4 полных. Пятая она пустая. Будем развивать ее. К пятому каталогу 2018 года вполне возможно заложить 12 групп. И мы это сделаем. Мы знаем, что первая группа выйдет в четвертом каталоге. Вторая, третья по нашим планам и по планам ключевых партнеров выйдут в девятом каталоге. Четвертая примерно в пятнадцатом, шестнадцатом. То есть Sapphire сделать в этот год просто будет. Ну не просто, конечно. Ну мы настраиваемся на это. По нашим планам, ну лучше поставить себе план, что это будет просто. Да, мысли материальные. Это уроки Лена Филин. Да, стараться. Ну и конечно же у нас план еще обязательно успеть на бриллиантовую конференцию, которая будет начинаться открыть нужно в пятом каталоге 2018 года. Шесть групп. И я думаю мы это сделаем. Цель минимума уже исполнительный директор. Мы ждем, не дождемся автобонуса при закрытии бриллианта. Мы уже несколько автосалонов посетили, пока тест-драйва, правда, не брали еще. То есть, ну, мечту нужно потрогать, посмотреть на нее. Вот, я по магазинам гуляю, там всякие джинсики себе присматриваю. Вот, то есть, ну, обязательно мотивация должна быть, чтобы прямо внутри горело, что я хочу. Ну, мы нашли именно то, что у нас горит. И это не одна сфера. Вот если про это скажу дальше. С маленького дохода мы начали экономить совсем недавно. Ну, то есть, как экономить? 10-20% от всех доходов, которые в семье приходят, экономить и, как скажем, в будущем их инвестировать. Уже сейчас инвестировать начинают. То есть, инвестировать можно с маленьких сумм. Мы решили это попробовать. Мы знаем, что это гораздо полезнее и интереснее в итоге, чем просто тратить. Вот, когда сумма какая-то накапливается, это, безусловно, приятнее. Можно с легкой душой остальную сумму просто потратить. Вот, когда есть... Настя недовольна сидит, не нравится ей эта тема. Это моя тема. Вот, мы хотим путешествовать, но жить все-таки в городе Бийске, потому что нам этот город нравится. Вот, развивать, мы уже сейчас стараемся развивать сразу несколько сфер, материальную сферу. Компания Reflame дает не только материальную сферу. Физическую, эмоциональную, эмоции от всего, от команды, от проведения даже вебинаров. Вот, ну и духовную сферу обязательно. У нас очень читающая команда. Началось это с момента... Спасибо Артему Филимонову за его вебинар. Он, так скажем, пинок под попу дал нам всем... Леща такого хорошего! Вот, да, заезжайте, Настюха. Заезжай, Настюха, будем ждать. Вот, и сразу все, когда посмотрели этот вебинар, начали читать. Вся команда. Мы пачками заказываем книги с лабиринта. Мы начали ходить в библиотеки. Я прихожу в библиотеку и понимаю, что, ага, книг уже нет. У нас Тамара затарилась книгами, к примеру. Вот, или Тамара говорит, что я там книги все... Хотя большая, большая такая библиотека точно. Вот. Основные методы работы у нас команды по рекрутингу, но есть все уже на самом деле. Холодный рынок, это Грязновы. Рынок рекомендаций, это мы и наша персональная группа, почти вся. Теплый рынок, это как раз-таки группа Кати Малиной, Юлии Гончаровой. Активные контакты, это... Я. Это Настя и Оля Карташо. Спасибо Ольге Бердюгиной за советы. Да, спасибо Оле Бердюгиной, потому что... Еще Тамара активными работает. А, да, Тамара. То есть, вот, девчонки, я как бы пока не особо умею. Но и то, даже когда мы в транспортной компании забирали, ну, там, продукция пришла, вот, я решил активными контактами поработать. И визитки раздал, и пообщался. Но тоже начинаю, для меня это немножко тяжело пока, но, я думаю, нужно профессионалами быть во всем вообще. Вот, поэтому тоже этот метод так периодически пробую. Ну, Настя постоянно им работает, на самом деле. Вот. А пассивный рекрутинг, вот этим занимается, на самом деле, вся команда. И очень много людей идут на этот пассивный рекрутинг. Это личный бренд, это сообщество. Ну, какого рода сообщество? То есть, сообщество сейчас в тренде, и люди приобщаются к сообществам. Встреча вот этих пассивов, они, можно их считать сообществом, бизнес-сообществом. Но люди на это тянутся, люди на это идут. Вот. Так, ну и в завершении этого вебинара две мысли, основные, так скажем. Идеального времени не будет никогда. Вот. Если хотите принять какое-то решение, принимайте его сразу, не откладывая на попом. Важно начать прямо здесь и прямо сейчас. Даже у большинства, наверное, ну, авторов книг по самообразованию, они говорят, что если в 72 часа первое не начал делать, возможно, потом и не начнешь. И вторая мысль, это в этом бизнесе нужно мечтать смело именно, ставить смелые планы. Поставьте себе такую цель, от которой просто мурашки по коже будут идти, чтобы страшно было. И просто, чтобы мысли появлялись. Блин, а как же я это буду делать? Вот. И когда такая мысль появляется, то, соответственно, уже и появляются какие-то пути по развитию этого. Вот. Ну, на этом, ребят, у нас... У меня еще есть пару слов добавить, потому что у меня тоже есть такая мотивирующая речь. Ребят, если вы заметили, наши спонсоры Юлия Артем, они город Барнаул. Лена Филина, Ольга Цымбалова, Эдон, Зло Михайловская. Ольга Цымбалов сейчас город Белово. Да, ребят, нам никто ни разу не приехал, не провел ни одной встречи. Нам ни разу никто не приехал, не показал, как правильно что-то нужно делать. И сейчас мы говорим им спасибо, спонсоры, спасибо, что вы ни разу нам не показали, как проводятся такие встречи. Вы ни разу не провели нам ни одного мероприятия. Знаете, почему такие сильные? Потому что мы сами все это сделали. Мы сами с первого дня взяли все в свои руки. И ни разу нам никто ничего не подсказал. Ребят, там так организуйте, тут так. Мы все это сделали сами. Самое главное, что несмотря на то, что мы рядом с командой, команда относительно самостоятельная. Да не относительно, она полностью самостоятельная. Грязнов у нас полностью самостоятельная. Мы никогда ни за кого не делаем, за людей, за своих. Я всегда говорю, ну позвоните туда, там, тунаете. Но полностью я никому ничего не даю. Я всем только рассказываю, что делать. Поэтому берите все в свои руки, делайте. И почему еще у нас сейчас стало все получаться? Потому что в первое время у нас не получалось вообще ничего. Абсолютно. Даже скайп ее установить сама не могла. Вот. Ребят, спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо за братья. Мы постоянно читали чат. Нам очень приятно было с вами поделиться нашей историей успеха. Мы хотим, чтобы у вас была история успеха намного круче, чем у нас. Все. Всем спасибо. Мы очень вас любим. Ждем на 22% и выше. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok